Курить или не курить теперь не вопрос. С 1 июня вступили в силу нововведения антитабачного закона. Он запретил курить внутри ресторанов и кафе, другими словами, во всех общепитах, а также в поездах, вокзалах и аэропортах. Курить теперь можно только в специально отведенных и открытых местах. Проверить, как исполняется закон вместе с общественниками, отправилась и наша съемочная группа. Об итогах проверки в специальном репортаже Анны Ковалевой. Теперь вот такие знаки должны быть везде. При входе в кафе, ресторан, внутри помещения и даже в туалетах. С 1 июня вступил в силу очередной ряд запретов. И снова антитабачный закон. В прошлом году он запретил курить вблизи вокзалов, учебных заведений, рынков, внутри общественного транспорта и в подъездах. Теперь курить нельзя внутри кафе и ресторанов, в гостиницах и поездах, а также в зданиях аэропортов и вокзалов. Дымить можно в специально оборудованных местах под открытым небом. Надеюсь, что эти меры приведут все-таки к снижению доли курильщиков, как активных, так и пассивных. Поскольку пассивное курение, я бы назвала его принудительное курение, то есть люди, не курящие, вынуждены отдыхать табачный дым. И вред от него практически такой же отдыхание табачного дыма сократит долю заболеваний, поскольку затраты на лечение курильщиков гораздо выше, чем на лечение людей, которые не курят. Но к вступлению в силу нового закона оказались готовы не все. При входе в одну из саратовских гостиниц мы не нашли ни пепельниц, ни положенных знаков. А почему не выполняется закон, вот в вашей виде? И нигде у вас таких знаков нет. А в помещении курят? А в этом летнем кафе под крышей и вовсе курят везде. Не пугает даже наказание. Теперь по закону штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей на физическое лицо и от 50 до 80 на юридическое. В законе действительно прописано запрещающее курение в помещениях. Как считать открытые кафе, где, в общем-то, нет потолок, как бы навес от дождя и от непогоды, а стен нет. Ну, такие шторы из цветов и вьющиеся цветы. Поэтому вот тут двояко. Рестораторы говорят, двояко многое. Не только это, к примеру, возле кафе такое место для курения. Разрешено или нет? Другой вопрос – кальян. Курить его в общепидах вроде бы можно, но вот если внутри табак, то нельзя. В поездах дальнего следования разрешается курить на перронах. А вот на платформе пригородного сообщения курить запрещено. Тоже двояко может быть вот это мнение. Я как член общественной палаты Саратовской области, мы будем этот вопрос рассматривать и, видимо, выйдем с законодательной инициативой, которая имеет право общественной палаты. То есть носить изменения в закон. Вот эти пробелы, которые мы сейчас наблюдаем. Вот так теперь выглядят места для курения во всех поездах. Запаять их еще не успели, поэтому пепельницы просто перевернули. Везде повесили знаки – курить нельзя. А кому надо, ну, периодически 2-3 часа едем, и остановка, и все выходят и куют. А в вагоне незаметно стало. Ну, вот лучше. Потому что особенно вот когда ближе к курящему купе, было тяжело дышать. Но удивление антитабачным нововведениям рады не только в поездах, но и в ресторанах. Раньше здесь были места для курильщиков, показывает администратор заведения. Теперь вместо пепельниц на столах вот такие таблички. Изгаляется кто как может. Для них, уверяяю от нас, ничего не изменилось. Посетителей не убавилось, а даже наоборот. А вот воздух стал гораздо чище. Анна Ковалева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.